МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Житьё тут надали больше, как двум с половой тысячам объектов. И ке сродки готовы оплатить новые уладальники? И чому першепочатковый кошт у некольки миллиардов рублёв часто снижается до одной базовой величины? Ситуация и потекавился Алексей Нтероу. По околькосе утягнутых у господарший оборот объекта в Гомельской области сегодня находится у республики. На первом месте по отсутствии сейчас в регионе не выкорисовывается только полутора процентов в державной майомости. И такие лишь бы. На объектах, яке набыты у тымлику про аукционы, открыто больше тысячи новых просонных местов, на створение яких укладено коля 100 миллиардов рублёв инвестиций. Происходит на предприятиях оптимизация. Оптимизация предусматривает сокращение затрат и, как правило, высвобождение излишних либо непрофильных активов. Они все придут к нам в планы 2016 года. И мы не оставляем эту работу на потом. Уже буквально сегодня у нас в фонде начата защита графика вовлечения в хозяйственный оборот на 2016 год. Сегодня-то у фонде Гомель оболмаемость подлечения. Кошт одного квадратного метра нерухомости, набытый у державы, как минимум у 20 разов ниже, чем у коммерциальных структур, хоть достатково дорогие объекты на продаж так само выставляются. В этом месяце, например, покупникам пропануют «Будынок Бурога Господа Суда» за 16 миллиардов и «Будынок кинотеатра Юбилейный» на 3 миллиарды тонней. А пошли киносеанс у им прошел 4 годы тому. Старые афиши висят и зараз, но уже не для рекламы, а чтобы закрыть проблемные места на стенах. Правда, на кольки поспеховыми будут аукционы по продаже таких дорогих будынков, сказать поколь не може никто. Рак так освечить, основная частка объекта реализуется со скидкой 80%, те у вогли за одну базовую величиню. Больше тяжко продаются будынки, которые заявляются исторической каштовностью. Для проведения их ремонта и наступной эксплуатации необходимо выполнять широкий умов. Причем термин у всех необходимых узгоднений может складать нескольких годов. Предприниматель Александр Бульбанков былую правильную набыл больше за 3 миллиарда рублей. В этом месяце тут открыется магазин. Правда, кольки часу теперь потребится, как окупить укладенные сродки, прогнозовать поколь не берется. Честно сказать, может быть в том году это была цена нормальная. Сейчас, при сегодняшней обстановке на рынке недвижимости, то, может быть, это было и дороговато. Ну, купили, сделали, да. Поэтому не жалеем, скажем так. Починаючи с 2008 года, на Огомщине скасовали только 67 договоров об продаже объекта в державной майомости. Почем полову вернутых будынков потом снова утягнули в господачий оборот. Хоть у вогли такие выпадки о регионе и мкнутся звести до минимуму, починаючи от проведения тумачальных размов до активной рекламной кампании. Проводим рекламные какие-то кампании через СМИ, через интернет, через соседнее государство пробуем, через систему массовой информации информировать о наличии таких объектов, какие условия, какие льготы действуют при покупке объектов на нашей территории. Олег Сенчуров, Евген Макеенко, телерадо, кампания «Гомель». Чарговая телефонная размова с Жихарами регионов похвалючих их пытанях отбудется завтра. Процетовники улады проведут с промой линии. С 9 до 12.01 з вороты громадян будет принимать старшиня Гомельского областного совета депутатов Олег Леонидович Борисенко. Номер телефона у Гомелии 75 12 37. Параллельно промой линию проведет наместник старшиня Гомельского городского выканавчего комитета Сергея Огеновича Андреев. Звонков от Жихарова областного центра чекают по номеру 75 63 33. Як и завсёды по суботах промой линии будут организованы так само у районных администрациях и райвыконкамах. Сегодня в Гомелии пройшла международная навуково-практичная конференция, присвеченная новым технологиям в медицине. Мероприемства промерковали до черговой годовины из основания областной клинической больницы. В среду дельника у конференции медицинские работники и навуков из Беларуси, Италии и Украины. А про чай непосредных выступлений у программы конференции мастер-классы и промой трансляции из операцийных. Зараз Гомельская областная клиническая больница з'является буйнейшим у регионе лечебным центром, який оказывает як плановую, так и экстренную допомогу. Что год тут проходит лечение каля 35 тысяч человек и проводится больше як 17 тысяч операций. Больница потребляет постоянные контакты по наибольшей актуальных питаниях охоты здоровья со специалистами Германии, Японии, излученных Штатов Америки, Швейцарии, Италии и Великобритании. В этом году тут открыли новое отделение хирургии позвоночника, аналога у якого в регионах Беларуси по Кульняма. Вогаля новые технологии, які укороняются в Гомеле, дозволяются оказывать послуги на высоком узроуне, что уже оценили у тымлику и жахары краин близкого замежа. Жители Российской Федерации, Украина, Украина – это основные наши поставщики экспорта услуг. Приезжают для прохождения диагностических процедур, для получения стационарной медицинской помощи. Но чаще все это связано с высокими технологиями. Это допротезирование, это производство магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии. Повышать темпы росту туристичных послуг – такая задача зараз стоит не только перед в областью, а и перед краиной у целым. Одно из вопросов сегодняшнего посадения Гомельского гарвы Канкама было присвечено минавито этой теме. Не просто экономичная ситуация селета значительно ускладнила досягнение необходимых угетов на керунку показчиков. Зараз Гомель займае другую послеагродную позицию по экспорте туристичных послуг. За пошние годы повеличилась не только колькасть замежных гостей, а и протяглась их находжения в городе над Сожем. Гэтаму спрыяе и заявление новых туристичных направлений среди самых перспективных медицинских и религийных. Развитие потребов и промысловый туризм наладить ягода поможет приклад европейских краин. У многих из них буйные предприемства организуют показальные пляцовки для туристов. А еще необходим взаимодействие приватных и державных организаций показаний послуг в этой сфере. Разом я не змогуць распрацовать эксклюзивный комплекс пропанов с уликами индивидуальных пожаданий замежных гостей. А легалонное не только створить приватный туристичный продукт, продать его не меньше важно. Тому, кажут специалисты, больше креативной, доступной и рознобаковой повинна быть реклама и больше дифференцированной ценовая политика. Одному туристу интересны и заселение, и услуги медицинские, и услуги, допустим, спорта, те же тренажерные залы, сауны красоты и так далее. А есть туристы, которые могут сегодня воспользоваться только, допустим, условиями проживания. Новый год уже давно стал синонимом чарауництва, а вот добрыня и допомога у наши дни стали своего рода судом. У доброчинных акциях, промеркованных до новогодних святов, что год примают сюдел десятки организаций Гомельской области. Але есть и ты, для кого допомога іншим, это звычайная штодзенная праца. Наш корреспондент Ганна Ковалева побывала у гостях у областной организации Белорусского товариства Червоного Крыжа и по традиции задала самое актуальное питание. Интервью с керавником организации Аллай Смоляк глядзите у программе «Навины тыдня» у неделю 20.30 на телеканале Беларусь 4. Новины регионы на информацию об проектах телерадоокампании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен и дякую за увагу и до новых сустречу эфиры.